друзья привет с вами роман стикс в этом видео хочу рассказать вам о плагине i heart new york от компании baby audio но все вы слышали наверняка о параллельной компрессии или о нью-йоркской компрессии как ее еще называют почему ее так называют ну потому что именно в нью-йорке впервые звукорежиссеры начали пользоваться этим приемом то есть они начали домешивать к чистому сигналу с компрессированный сигнал то есть осуществлять компрессию параллельно это и есть параллельная компрессия или нью-йоркская компрессия так вот соответственно как следует из названия плагина плагин этот посвящен как раз параллельной компрессии но вы знаете что во многих компрессорах сейчас есть ручка микс в принципе это уже говорит о том что компрессор может работать своего рода в параллельном режиме чем же тогда отличается этот компрессор от других давайте разберемся и так панель управления плагином очень простая есть всего несколько ручек которые мы можем здесь использовать ну и давайте посмотрим как и на что они влияют сначала в анализаторе плагин доктор я покажу вам что происходит со спектром с гармониками и с атакой при работе этого плагина ну смотрите сейчас мы видим с вами ровную линию это говорит о том что никаких изменений спектральных не происходит когда плагин вот просто включен но если мы начинаем домешивать параллельный сигнал вот этой вот ручкой мы его домешиваем и вот обратите внимание помимо громкости изменяется спектр да то есть поднимается низ поднимается вверх та самая smiley curve добавляется которая в большинстве случаев дает нам ощущение более полного такого звука и возможно вы слышали что при нью-йоркской компрессии именно так домешивался этот сигнал то есть сигнал домешивался часто не в чистом виде а эквализированный определенным образом вот частым вариантом эквализации было как раз добавление низа для больше вот этой насыщенности и верха то есть здесь мы видим вот ту самую эквализацию о которых написано во многих книжках и у бабе осинский написано про параллельную компрессию в ее вот изначальном виде то есть здесь вот этим слайдером мы просто домешиваем с компрессированный сигнал еще и с эквализацией но у нас есть еще ручка spank на что же она влияет значит если она на нуле давайте теперь обратимся уже вот к этой вкладке с динамикой будем с вами наблюдать за атакой и релизом так я сейчас вот уберу немножко output и так вот сейчас никаких изменений атаки мы не видим но если мы добавляем ручку spank смотрите что происходит у нас начинает появляться некий такой пик который мы естественно послушаем в аудио это звучит как более такой хлесткий звук то есть таким образом мы добавляем компрессию мы можем также усилить вот этот момент щелчка и атаки которые часто нужен бывает и мы можем использовать этот компрессор помимо параллельного режима еще и в соло весь этот процессинг мы можем нажать соло и в таком случае этот компрессор работает просто как обычный но автоматически при этом компрессор с возможностью коррекции атаки одной ручкой дальше что касается гармоник вот давайте сейчас я выключу spank и вот мы посмотрим с вами на гармонике вот сейчас мы видим с вами тестовый сигнал на одном килогерсе звучит если мы добавляем spank то вы видите уже начинает это порождать новые гармоники то есть spank еще и гармонически обогащает получается сигнал давайте теперь с вами на практике посмотрим как все это работает мне плагин нравится своей простотой это его большое преимущество при том что он хорошо звучит и так вот у меня есть некий набросок трека давайте на луп вот на этот вот поставим этот плагин ну и соответственно прям в миксе я сейчас буду поднимать параллельную компрессию и потом подниму spank вот слушайте какие изменения происходят посравниваем с плагином без плагина сейчас утрированно подниму щелчок послушайте как это будет звучать слышно да приятное такое напряжение появилась в звуке то есть не просто вот щелчок выскочил как если трендинг какой-нибудь дизайнер поставить а именно такое компрессионное напряжение с басом давайте то же самое сделаем тоже поставлю сюда этот же плагин слушаем я думаю в басу мне здесь не нужен такой щелкающий какой-то дополнительный акцент я наоборот уберу spank и до мешаю параллельную компрессию прикольно вот давайте отдельно бас послушаем более плотное звучание при этом нет никаких проблемных так скажем моментов теперь с вау гитары вот с этой поступим следующим образом здесь я его использую уже в режиме соло посмотрим как он сработает просто как компрессор не в параллельном режиме пока что уберу spank включу режим соло и вот ну и давайте посмотрим что будет если это плагин использовать на мастере поскольку параллельная компрессия может использоваться и на мастере на группах да где угодно то есть она же не настолько деструктивная как обычная компрессия то есть мы можем замешать ее ровно столько сколько нам нужно вот я на мастер поставлю сейчас этот же плагин давайте посмотрим что это нам даст ну и давайте сравним с этими плагинами и без них вот я их выключаю ставлю в байпас послушаем без них а потом я их опять буду включать выключать итак я думаю вы поняли что дает этот плагин очень простой способ добавить панча добавить насыщенности любым в принципе элементом в вашем треке приобрести этот плагин вы можете на сайте компании baby audio стоит он 29 долларов ну цена на мой взгляд абсолютно адекватная учитывая что плагин очень хорошо звучит и очень простой в использовании плагин подходит для совершенно разных жанров музыки поскольку параллельная компрессия используется везде вот в курсе по идем например который недавно у нас вышел курс андрея жаворонкова я видел что он уже использует этот плагин то есть точно так же я мог бы использовать его при сведении трека из нашего нового курса по металл музыки например на рум канале барабанов я слышу что он хорошо бы прозвучал на барабанной группе на басу я думаю тоже может быть прозвучал бы хорошо то есть тут нужно экспериментировать но на самом деле можно выбирать пропорцию и компрессии как бы подкачивать те или иные треки и кстати говоря это один из тех нюансов которые влияют на громкость итогового продукта то есть не далее как сегодня вот я в контакте переписывался с одним из учеников и каждый раз всплывает один и тот же вопрос почему я не могу дожать до такого состояния трек чтобы он был такой же громкий как референс и многие допускают одну и ту же ошибку они пытаются дожать до громкого звука на мастере трек и соответственно это все звучит очень плохо то есть чтобы трек звучал громко в итоге ну помимо тех вещей которые связаны со спектром влияет еще именно компрессия на каждом отдельном канале на каждой отдельной группе все звукорежиссеры это говорят и повторяют по многу-многу раз там что дэйв пенсада говорит что немного компрессии на каждом канале сумме дает вам более плотное звучание и вы не добьетесь этого если поставите просто на мастер компрессор и лимитер и начнете ими как бы все это делать нет секрет в том что компрессия лимитирование и клипирование тоже могут использоваться на отдельных каналах и именно при таком вот кумулятивном эффекте вы получаете в итоге очень плотный такой звучащий трек и так надеюсь это видео было для вас полезным до новых встреч пока